Это победа долгожданная. Но без шансов на повышение. Шкловский «Спартак» провел матч с аутсайдером чемпионата страны по футболу во второй лиге. Сейчас мы встанем сюда, несколько серий сделаем. Выстрел точно в цель. Могилевские лучники установили рекорды и завоевали золото. Новый сезон, новая команда, настрой у всех боевой. Минские драконы на площадке у Борисфена. Сильнейший клуб страны готовится к чемпионату в Могилеве. Программа «Спорт-М» посмотрела тренировку. Всем привет, это программа «Спорт-М». Через два дня вот на этой площадке. Набережная реки Дубровенко в городе Могилеве состоится праздник спорта. Большой день физической культуры. Его гости, то есть вы, сможете попробовать себя в различных спортивных дисциплинах, познакомиться со звездами спорта, а за соцактивность получить большие призы. Приходите, будет интересно. Ну, а мы пока побежали готовиться. Спортивные школы города представляют. Телеканал «Беларусь-4 Могилев» показывает. Большой день физической культуры при поддержке Могилевского горосполкома. Суббота, 5 сентября. Набережная реки Дубровенко. Стартуем в 2 часа дня. В Беларуси был сыгран 18-й тур чемпионата страны по футболу в высшей лиге. Представитель в ней от Могилевской области, бобруйская команда «Белшина», отправилась в гости к Борисовскому Бате. Встреча завершилась поражением красно-белых. Единственный гол был забит на 69-й минуте матча. Михаил Гордеичук и Александр Корницкий доставили мяч до Филиппа Младеновича, и тот отправил его в угол ворот. 0-1. Поражение бобруйской команды и 5-е место в турнирной таблице. За 8 туров до завершения чемпионата «Белшина» отстает от 3-го места на 4 очка. Чемпионат страны по футболу во второй лиге близится к завершению. Шкловский «Спартак» провел перенесенный поединок 12-го тура с аутсайдером турнира при «Озерем» из Верхмедвинска. Учитывая, что основа нашего клуба – молодые могилевские ребята, «Спартак» ездит как на гостевые матчи, так и на домашние поединки в «Шклов». В дороге кто-то слушает музыку, кто-то обсуждает учебу в университете, ну а для некоторых лучший настрой на матч – здоровый сон. Мы же тем временем беседуем о нынешнем сезоне с капитаном клуба Станиславом Остаповым. «Святая святых» – раздевалка команды. Здесь долго не задерживаемся и встречаем «Спартак» уже на разминке. Со стартовых минут хозяева стали искать счастье в атаке. Много стандартов и, как следствие, опасных моментов. «Шкловчане» раз за разом упускали возможность отличиться. Но все же до перерыва открыли счет. Во втором тайме при «Озере» стало играть наглее и жестче. В итоге не обошлось без травм. «Спартак» за такое поведение наказал гостей, забив еще раз. 2-0. Эта победа, наконец, прервала шестиматчевую безвыигрышную серию «Шкловчан». Эта победа долгожданная, будем говорить. Потому что те предыдущие мы, по сути дела, командам по игре не проиграли. Но завершающей стадии немножко не хватило, как и сегодня. Несмотря на эту победу, «Спартак» первым из представителей нашей области потерял шансы на повышение в классе. В лиге рангом выше еще могут оказаться «Могилевская торпеда» и «Сиповичи». Но для этого им необходимо побеждать во всех оставшихся матчах. Четыре первых места из четырех в личном зачете на международных соревнованиях на призы Героя Советского Союза – брещанина Петра Климука. Таков нескромный результат кропотливой работы могилевских лучников. Медалью этих соревнований пополнила свою копилку и Анна Марусова. Очередной удачный старт приблизил могилевскую спортсменку к соревнованиям мечты. А медалью уже дома, наверное, висит в море. Ну да, нет, только Олимпийская. До Олимпиады еще год. Наверное, шансы есть у всех. Особенно учитывая то, что последние три года наша команда – национальная мужская и женская – достаточно успешно выступает. Четверть века усиленных тренировок. Сегодня Анна Марусова готовится к Олимпиаде и тут же, не отходя от счета, тренирует подрастающее поколение. Сейчас мы встанем сюда, несколько серий сделаем. Только не спеши. Немножко я и там смотрела, вот это движение влево есть. Каждому спортсмену свой подход. Зачастую, знаете, бывают спортсмены, которым только повысишь голос, дети, но они сразу сыпятся просто. А есть, которым надо повысить голос. Еще успокаивает, когда тренер стоит рядом, смотрит попадание и говорит о шутке. Еще один могилевчанин Константин Орлов стал первым в категории кадетов. Вот на этих соревнованиях побил свой рекорд – 331. Тоже планирую занять какое-то место на Олимпийских играх, ну хотя бы войти в тройку. А 331 – это много или мало? Ну, для меня много. В текущий сезон могилевские лучники уже окрестили урожайным на медали. И хотя у белорусской команды пока нет лицензии на предстоящие Олимпийские игры, надежды лучники не теряют. В следующем году будет чемпионат Европы, в следующем году будет этап Кубка мира лицензионный. Так что у нас еще два старта, где мы будем бороться. И я очень надеюсь, что мы себя представим в Рио-де-Жанейро. Баскетболисты минских цмоков готовятся к новому сезону в Могилеве. Сильнейший клуб страны проводит в областном центре 11-дневный сбор. Все это время команда тренируется в спорткомплексе «Олимпийц». С одной стороны, специально подальше от столичной суеты, а с другой – здесь есть все необходимые условия для работы. Я здесь был, видел этот объект. Мне очень понравились все условия для легкой атлетики. Очень хороший манеж полностью. Здесь есть и штанга, и манеж. Поэтому зал наш, сколько мы хотим, столько можем работать. Поэтому выбрал Могилев. Прошлый сезон флагман белорусского баскетбола вряд ли может занести себе в актив. Золото чемпионата страны лишь слегка приукрасило не самое удачное выступление на Евроарене. Выводы вскоре были сделаны. Состав «ЦМОКов» заметно обновился. Новый сезон, новая команда, настрой всех боевой. Все стараются укладываться на полную катушку. У нас в зале тренировка вечером, а утром в тренированный зал или трек на стадионе. Среди новичков два молодых белоруса, ранее выступавших в молодежной команде «ЦМОКов», а также поигравшие в Европе легионеры из США Энтони Хиллард и Гаррет Штурц. До первого официального матча «Минчан» остается более месяца. Столичный клуб вновь представит страну в престижных международных турнирах «Единой лиге ВТБ» и «Кубке вызова ФИБА». И хоть прогнозы, как известно, дело неблагодарное, главный тренер «ЦМОКов» уверен, его подопечным по силам решать серьезные задачи. В футбольном клубе «Днепр» Могилев решили почитать стихи и организовали на предмет этого конкурс. Напишите стихотворение о футбольной команде или о конкретном футболисте. Читаем на официальном сайте. В награду – футбольный мяч и публикация в интернете. Мы, творческая группа программы «Спорт М», тоже решили поучаствовать и создали вот такое произведение. «Пускай порой бывают неудачи, давно аншлагов нет на «Спартаке», но мы воспрянем и не за горами матчи, где отдадим победные долги судьбе. И пусть сейчас в нас верят единицы, ругают, кто по делу, а кто нет. Перелеснем все грустные страницы, и золотым вновь будет бело-синий цвет. Подстрелов, марков, бардуков, сияка – их выпал час творить историю Днепра. Мы с вами. Так вперед, в атаку, родной наш клуб. С тобой мы навсегда. По-моему, неплохо получилось. Держи. Но мы не претендуем на победу, участвуем вне конкурса, но имя победителя нам интересно. Его мы узнаем здесь, на стадионе «Спортак» 13 сентября, на домашней игре Могилевского Днепра с Кобрином. 97, 98, 99, 100. На сегодня все новости. Это была программа «Спорт М». Не забываем, встречаемся здесь, на набережной реки Дубровенко, 5 сентября, в понедельник. Расскажем, как это было. Счастливо! 101, 102, 103. Ох! Субтитры создавал DimaTorzok